Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами заценим КВ-2 Аронакс. Но Аронакс в принципе не более чем его внешний вид. Машина технически абсолютно ничем не отличается, чтобы вы на неё не одели. Есть вот такой вот камон, на неё новый, разработанный специально к... И здесь в принципе пауза, потому что к чему он разработан, я не понимаю. Тематика какая-то морская, щупальца, потёкшая слизь. И в целом, ребят, я считаю, что не совсем своевременно разработчики впихнули данный внешний вид в игру. Но я понимаю, когда, допустим, там, не знаю, был тот же самый батл пасс на пирата, окей, хоть какая-то морская тема. И в принципе туда можно было бы по стилистике как-то это всё дело добавить и обыграть. А также, ребят, в нашем, в всём вот этом вот ретро-топичном данный Камо, появившись, не совсем понимаю, к чему был приурочен. Может есть какая-то тема, почему именно сейчас? Пишите в комментариях, если вы в курсе. Что касается внешнего вида. Ну такой, знаете, вот чисто по-детски, чисто весёлый, действительно в морской тематике. Какие-то щупальцы какого-то спрута. Но всё-таки, ребят, не знаю. Какого-то там особого впечатления на меня лично не производит. Да, очень классно всё чётко прорисовано. Великолепное качество. Но сказать, что это прям действительно как-то супер приукрашает машину, не знаю. Мне лично заходит не очень. Но опять-таки, кастомизация это вопрос на любителя. В частности, я не совсем понимаю, зачем вот эта вот балабуха. Ну да, типа показывает, что это у нас бревномёт. Но по большому счёту заглядываешь сюда и видишь, здесь гораздо меньший калибр, чем кажется снаружи. Ну опять-таки, наверное, я придираюсь. Плюс к тому, друзья мои, что меня действительно удивило, это то, что я был уверен, что внешний вид-то нам показывали вот такой на коротком стволе, на самом популярном орудии на данном танчике. Но если вдруг, ребят, вы играете на другом орудии, то в принципе он и так будет смотреться довольно неплохо. То есть длинным стволом тут смотрится, наверное, даже посимпатичнее немножко, чем на коротком стволе. Но всё-таки короткий ствол гораздо интереснее, поэтому возвращаем его на место, берём машину и отправляемся на ней в путь. Сейчас только немножечко в отношении боеукладочки поменяем всё, так чтобы поприятнее было. Ну и в принципе берём машинку, закатываемся в катку. Пока туда заходим, напоминаю всем о том, что это видео из серии пяти видосов. Это видно по превьюшке по золотому купончику, оставляя комментарии, под которым вы участвуете в розыгрыше особого пропуска на Battle Pass следующего месяца, на июль 2023 года. Всё, что необходимо, подписаться прямо сейчас на канал, оставлять комментарии под данным видео. Если вдруг писать лень, там есть пример в описании к видосу, комментарии, можете просто его скопировать, вставить его и, соответственно, знаки вопросов поменять на свой никнейм и свой игровой ID. Но это прям вот совсем для ленивых. Плюс к тому, ребят, розыгрыш двух особых пропусков проходит сейчас в дискордике моём. Переходите по ссылочку, тема интересная, много чего клёвого там найдёте для себя, поздоровайтесь, познакомитесь с новыми, интересными, знакомыми, новыми друзьями. Ну и плюс к тому, ознакомитесь с новостями игры, ознакомитесь с новостями канала. Новости канала помогут вам не пропускать выходы всё новых и новых видосиков. Ну и плюс к тому, ребят, обязательно посмотрите вот это вот видео по ссылочке, которая всплыла сверху, и она же будет в описании. Там вы найдёте все условия конкурса, которые сейчас проходят в отношении особых пропусков на батл пасс следующего месяца. Как я сказал, ничего сложного, просто подписаться на канал, просто оставить комментарии, и чем больше комментариев, пускай даже одинаковых, вы оставляете под видео, тем больше ваши шансы выиграть. Потому что программа будет рандомно выбирать один комментарий из всего массива. Соответственно, ребят, чем больше комментов оставите, тем больше шансы. Можете вполне спокойно забрасывать хоть сотнями свои комменты. Ну что, поехали. Ну слушайте, в целом, ребят, ну что-то в этом есть, вопросов не имею. Да, пускай историчности абсолютно никакой нет, но что-то в этом есть. Единственное, что, как обычно, не сильно, ребята, художники поработали над тыльной частью машины. Да, передняя часть нашего транспортного средства выглядит действительно красиво, интересно, нестандартно. Но все-таки мы это все не видим, особенно с учетом того, насколько у нас большая башня, я бы даже сказал не башня, а целый скворечник у нас. Ну и, соответственно, ребят, ну я бы сказал, что особо не рассмотришь. Давай, сводись быстрее. Закинем свой великолепный урон и откатимся на перезарядку. Короче говоря, когда вот так вот играешь, вся вот эта красота в виде там боковых вот этих вот, я так понимаю, что это иллюминаторы. Башня заполнена, скорее всего, то ли слизью, то ли водой. Скорее всего, слизью, так как именно она из-под иллюминаторов вытекает. Но в целом, ребят, всего-то этого, к сожалению, в очередной раз не видишь. К сожалению, все это скрыто от твоих глаз. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас меня будут жестко разбирать. КВ-2, конечно, классная машина, но время перезарядки все-таки просто ужасное. Хотя, свои полторы тысячи практически урона я уже набросал. Привет, друг. Не успел, не успел, к сожалению, хотел фугас засунуть, но в итоге лучше бы я базовым снарядом кинул. Короче говоря, когда, видите, нас уничтожают, весь этот каму куда-то исчезает. У нас остается обычный КВ-2, который абсолютно ничем не отличается от простого КВ-2, уничтоженного в бою. Ну а если взять соответствующий каму, то, наверное, даже не отличается от обычного каму, допустим, типа графит в черно-белых тонах. 1300 урона, но мы все-таки пришли сюда не для того, чтобы заценить результаты боя, а для того, чтобы заценить качество самого каму. Давайте еще одну каточку сделаем. Есть там некоторые детальки, которые разработчики дорисовали, чтобы и вам тоже что-то досталось от всей этой красоты. В частности, два щупальца, если я правильно помню, есть сзади, выползающие, где-то там вылазящие из каких-то лючков рядом с гусеницами, рядом с задними катками. Ну и в принципе, ребят, все. Обычная тыльная сторона. На тыльной стороне башни, допустим, у нас вообще ничего нет. Ну и, наверное, было бы гораздо интереснее встретить данную машину в бою в виде своего соперника, для того, чтобы со стороны ее порассматривать. Может, действительно она чем-то выдающаяся. Насколько я знаю, механики здесь нет абсолютно никакой. Поскольку мы сразу заряженные в бой заходим, давайте попробуем вот так вот просто выстрелить и посмотреть, что произойдет. Ну вот как-то вот так, наверное, мы смотримся в бою, да, там против кого это играя. И этот кто-то видит нас, и мы делаем вот так. Ну, красиво. Ну, красиво, но не могу сказать, что прям захватывающе. Учитывая то, что ценник на данный каму танцует в районе стоимости годной премиумной семерки. Я, допустим, вспоминаю продажу Игорька за 2000. Я вспоминаю того же самого Франкенштанка за 2500 в составе комплекта. И тогда, когда практически там в районе двух с половиной ты отдаешь за внешний вид, которым ты, в принципе, сам насладиться не можешь, ну, идея прямо, скажем, такая себе. Я все-таки голосую в очередной раз за то, чтобы художники отнеслись с пониманием к покупателю, а не к тому, кто будет видеть этого покупателя в боях. Все-таки, наверное, глаз должно радовать того человека, ну, кто тратится на то, чтобы приобрести себе данную красоту. Давайте будем говорить так. Чисто из справедливости могу привести пример по автомобилям. Есть автомобили, которые снаружи выглядят просто великолепно. И да, действительно, проезжая по улице за рулем такой тачки, все окружающие смотрят на тебя и думают, ох, нифига себе, какой крутой чувак, какая классная машина. При этом всем, когда ты садишься внутрь автомобиля, ты сразу понимаешь, думали ли дизайнеры автомобиля над тем, удобно или красиво ли будет самому водителю. То есть водитель-то снаружи себя не видит, свой автомобиль, пока в него там не сел, рассматривает, а когда в нем сидит уже, соответственно, ничего не наблюдаешь, что снаружи находится. При этом иногда внутри транспортного средства все действительно очень там лаконично или наоборот очень помпезно. При этом всем, ребят, ну, дизайнеры все-таки думают над этим. Дизайнеры, которые разрабатывают внешний вид машин в нашей игре, они редко задумываются о том, что на машину все-таки смотреть будут сзади. И пора бы все-таки это менять, мне кажется. Сам Камо, ну, просто Камо, да, красивый в чем-то, для кого-то зайдет, для любителей нестандартной кастомизации однозначно крутая штука будет. Но для любителей историчности, опять-таки, ни в коем случае, все-таки в каком-то своем стандартном внешнем виде КВ-2 поинтереснее смотрится. Короче говоря, на любителя. Но вот над чем необходимо разработчикам поработать, так это над тем, чтобы глаз радовало не только того, кто видит данную машину исключительно снаружи. Все-таки хотелось бы, поскольку мы не можем видеть свои танки изнутри, а видим их только со стороны затылка, то было бы неплохо, чтобы разработчики все-таки позаботились о том, чтобы мы видели сзади тоже что-нибудь годное. Не просто две вот этих вот, извиняюсь, сопли свисающих, а все-таки, чтобы здесь было что-нибудь еще. Не знаю, если бы его сделали в каком-нибудь таком внешнем виде, который, ну, вот хотя бы что-то типа того, чтобы здесь тоже что-то было и что-то где-то как-то работало какой-то механикой. Окей, там, ну, было бы как-то поинтересней. Ну, или там, ну да, это не совсем хороший пример, здесь все-таки тоже исключительно 4 трубы, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Хотелось бы, чтобы все-таки глаз твой за что-то цеплялся, то есть чтобы ты что-то видел. Допустим, возьмем того же Черчилля W, да, то есть здесь ты видишь какие-то голые гусеницы, да, которые там во время перемещения танка здесь как-то проходят. Вот эти все какие-то части. То есть действительно что-то как-то сделано еще и для владельца данного танка, а не только для тех ребят, которые встречают его в бою и видят исключительно спереди. Мы, к сожалению, свои машины спереди, как правило, рассматриваем тогда, когда нас уже уничтожили. А наш КВ-2 после уничтожения превращается, я бы сказал, назад в тыкву. Вот такой вот он, КВ-2 в новом внешнем виде. Пишите свои комментарии, нравится он вам или не нравится. Я же, честно говоря, особого фана и удовольствия конкретно данного КАМО не ощутил абсолютно никакого. Если вы за честность, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкос и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Только убедитесь, что под колокольчиком у вас прожато все сообщения. Спасибо вам большое за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok